Мужик подходит к девушке. Девушка, вы случайно не снимаете с кино? За кого вы меня принимаете? Я снимаю столько в дорогих гостиницах. Вручают медаль матери-героине. Цветы, корреспонденты. Сколько же у вас детей? Восемь. А возраст? Тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть. Значит, шесть лет назад решили, что уже достаточно? Да нет. Просто телевизор купили. Девушка парню. Вась, а ты меня любишь? Нет. А хочешь? Да. А я наоборот. Мужик в больнице. Доктор, кастривайте меня. Да вы что, опомнитесь. Доктор, пожалуйста, мне очень нужно. Доктор выполнил желание пациента. А потом спрашивает, зачем пациенту это было нужно? Понимаете, я собирался жениться. А невеста говорит, что выйдет только за настоящего татарина. Так вам же нужно было сделать обрезание. А разве это не одно и то же? Кардинал как-то завел с королем беседу на интимные темы и спросил. Ваше величество, почему вы увлекаетесь другими женщинами? Хотя королева неописуемая красавица и нет женщины, которая могла бы сравниться с ее красотой. Король промолчал, но с тех пор начал приглашать кардинала на обеды и ужины. Кормил его одной сладкой индейкой. Кардинал как-то подошел к королю и взмолился. Ваше величество, не найдется ли в вашем доме говядины или хотя бы свинины? То-то же, заметил король. Моя королева такая же сладкая индейка. Два друга обсуждают женщин. Эта Татьяна такая хорошая в постели. Никого лучше у меня еще не было. А на втором месте кто? Светка. А на третьем? Ну кто? Жена, конечно. Тоже хороша в постели. Ну, неудобно как-то жену без призового места оставлять.